Одной из самых популярных домашних консолей на сегодняшний день является PlayStation 4. Многие аналитики сообщают, что в этом году мы увидим PlayStation 5, да и Sony это уже подтвердили, а значит, новостей вокруг этой темы собралось достаточно много. Сегодня поговорим про обратную совместимость, возможный выход PlayStation эксклюзивов на ПК, а также про DualShock 5. Вообще, много всего интересного собралось, и я предлагаю всё это обсудить прямо сейчас. Ну а если вам интересны новости из мира технологий, рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Первое, о чём хотелось бы поговорить, это замена устаревших жёстких дисков на современные твердотельные SSD. В консолях нового поколения будут установлены сверхбыстрые SSD диски для моментальной загрузки игр и подгрузки локаций. Для нас это может значить существенную экономию времени, и тому есть прямые доказательства. Представителем журнала Wired на DevKit PlayStation 5 была показана игра Spider-Man, где время загрузки в игре при быстром перемещении между локациями составило 0,8 секунд. В то время как аналогичный показатель для PlayStation 4 составил примерно 15 секунд, и 8,1 секунду для PlayStation 4 Pro. И надо сказать, это огромная разница, меньше 1 секунды и целых 15 секунд в данный момент. Также стоит отметить, что некоторые инсайдеры сообщают, словно разработчики будут проектировать свои игры с учётом этой особенности. Это означает, что мы можем получить более интересные внутриигровые переходы между локациями, хотелось бы на это посмотреть уже как можно скорее. И поговаривают, что посмотреть на старте будет на что, ведь PlayStation 5, по заверениям одного из инсайдеров, будет поддерживать обратную совместимость. Как сообщает пресса со ссылкой на популярного блогера HipHopGamer, игровая консоль Sony нового поколения обеспечит владельцев максимальной обратной совместимостью. И это означает, что на старте, на старте всего жизненного цикла PlayStation 5, если обратная совместимость будет работать из коробки, мы можем получить огромную библиотеку PlayStation 4 на вашей консоли. И это решит одну из главных проблем перерождения поколений консоли. На старте нет игр, а теперь они вполне себе могут быть. Другой вопрос, не повлияет ли это на желание перехода с PlayStation 4 на PlayStation 5? Захотите ли вы обновляться, если у вас уже есть PlayStation 4 с огромной библиотекой? Думаю, да, потому как далеко не все новые игры будут выходить одновременно и для PlayStation 5, и для PlayStation 4. Возможно, какие-то внутренние эксклюзивы будут так выходить сразу и на старом, и на новом поколении. А вот игры от сторонних разработчиков, скорее всего, будут выходить уже на новых консолях. А вот что еще интересно, в компании в данный момент работает над созданием игрового движка под названием Remake Engine, благодаря которому будет обеспечена не просто совместимость со старыми играми, но еще и принципиально новая их обработка. Возможно, этот самый Remake Engine научится обскелить текстуры, добавлять HDR и прочие какие-то искусственно-интеллектуальные штуки делать, почему бы и нет. Я лично обеими руками за обратную совместимость, потому как я, как владелец PlayStation 4, хотел бы не покупать все те любимые игры, которые я купил для PlayStation 4 на новую консоль. Со мной так Sony один раз уже поступили, заставив перепокупать вещи с PlayStation 3 на PlayStation 4. Надеюсь, что сейчас все пройдет менее болезненно, по крайней мере для моего кошелька. И вообще, ставьте лайки все те, кто собрал огромную библиотеку игр на PlayStation 3, а потом вышел PlayStation 4 и сказал, блин, теперь вот сюда перепокупай все эти штуки. Прям больно на душе, прям сердечко щемит. В одном из патентов Sony обнаружили, возможно, готовящегося к релизу ассистента PlayStation. Одна из его главных особенностей будет называться PlayStation Assist, она будет работать вкупе с колоссовым помощником от Sony, и нужна вся эта штука для того, чтобы помогать вам в прохождении игр. Исходя из имеющейся информации, возможно, в какой-то момент игры вы попадете в сложную ситуацию, где не будете знать, что делать дальше, вы сможете обратиться к PlayStation Assist и поинтересоваться у него, а как же мне поступить. Он такой подумает, шестеренки в голове у искусственного интеллекта повертятся, и он подскажет, вот здесь вот, мол, нажми такую-то кнопку, сюда запрыгни, туда пойди. По-моему, звучит неплохо, как, в принципе, фича. Ей можно пользоваться, ей можно не пользоваться, но те, кто не любит хардкорный гейминг и больше склоняется в сторону казуальщины, точно эту фишку оценят. Забавно, что в обсуждении этой новости очень много комментариев на тему того, что игры становятся все проще и проще. Ребят, ну, здесь надо понимать, что пользоваться этой функцией вас никто не заставляет. Я абсолютно уверен, что это будет просто какой-то тумблерочек или возможность обращаться к ассистенту в любой момент, но, естественно, сам без вашей просьбы он не будет включаться однозначно. Как я уже сказал, функция PlayStation Assist будет работать совместно с голосовым помощником PlayStation Assist, по крайней мере, предварительные названия таковые. И чтобы все это работало, этим было удобно пользоваться, разумеется, вам будет нужен микрофон. Конечно, в консоль его вставлять не очень удобно, а вот в геймпад почему бы и нет. У меня уже давно возникал вопрос, почему в DualShock 4 нет микрофона, чтобы я мог взять любые проводные наушники, подрубить их к геймпаду, надеть и пользоваться, например, функцией голосового чата в разнообразных онлайн-играх. Только потом до меня дошло, что, возможно, все вот эти вот кликающие звуки, нажатие кнопок и вибрация от геймпада будет мешать создавать какие-то шумы в чате и так далее. Наверное, это очень логично так не делать. Но это с одной стороны. С другой стороны, как мы все знаем, у Sony есть огромные успехи в шумоподавляющей технологии, обработке звука и так далее, причем в реальном времени. А это значит, что они вполне себе могли бы научить свои геймпады и так далее отсекать посторонние звуки, чтобы геймпад реагировал только на вашу речь, убрав разнообразные клики, щелчки и вибрацию моторчиков. И все это, конечно, хорошо и потрясающе. Голосовой помощник в PlayStation, причем именно умный голосовой ассистент, а не просто голосовое управление, которое сейчас есть, это довольно круто и хотелось бы этим пользоваться. Однако вот вопрос, а будет ли поддержка русского языка на старте? И тут как бы, ну, сомнительно пока. Не верю. Все потому, что голосовые команды прописываются вполне себе очевидно, их там ограниченное какое-то количество, а вот умное понимание того, что именно вы хотите от системы, от голосового ассистента, это более сложный процесс, и туда добавить какой-нибудь дополнительный язык, кроме уже имеющегося, не так уж и просто. Возможно, на старте эта технология будет доступна только на английском языке, а до нас доедет немножечко попозже. Но, увы, такое иногда случается. Главное, чтобы вообще доехало. Ну, раз уж заговорили про DualShock 5, давайте поговорим и про другие его особенности. Прежде всего, на официальном сайте Sony появилась информация о том, что DualShock 5 будет подходить к PlayStation 4, и это, на самом деле, довольно круто. Разумеется, и раньше так было, DualShock 4 подходит к PlayStation 3, и, однако, в этом есть одна небольшая загвоздка. Чаще всего хотелось бы, чтобы работало наоборот, чтобы DualShock 4 подходил к PlayStation 5, DualShock 3 к PlayStation 4. Конечно же, этого не будет, потому что старые геймпады не имеют достаточный набор фич, чтобы корректно работать на консолях нового поколения. Возможно, некоторые игры и могли бы обойтись старыми геймпадами, но Sony же нужно как-то зарабатывать, поэтому тут все на их совести. Из более известных фактов, DualShock 5 получит разъем USB Type-C для зарядки, что вполне логично, наконец-то стандартизация приходит в наш мир, а также триггеры получат функцию тактильной отдачи. И вот это, на мой взгляд, одна из самых интересных фич геймпада. Вот прям для этого хотелось бы себе поскорее купить новую консоль с новыми геймпадами, чтобы что-то новое ощутить. Причем, уже ранее упомянутые журналисты Wired сказали, что вот эта вот обратная тактильная отдача, это что-то потрясающее, ни с чем не сравнимое. Ну прям, ждем-ждем. Ну а теперь давайте про внешний вид новой консоли. Уже давно по сети гуляет DevKit, который получил форму латинской буквы V. И надо признать, очень странно, что люди решили, что консоль действительно будет выглядеть именно так. Уж слишком она футуристичная, немного громоздкая и, наверное, олиповатая. Я не верю, что Sony выпустит что-то подобное. Сейчас на экране перед собой вы можете видеть внешний вид предыдущих DevKit'ов, и из них становится понятно, что консоль не всегда, далеко не всегда похожа на то, как выглядит ее DevKit. По крайней мере, финальная версия консоли точно не всегда похожа на DevKit. Тут нужно понимать, что у Sony стоит довольно непростая задача. Им нужно сделать дизайн, который впишется практически в любой интерьер, потому как консоль чаще всего находится на виду. А значит, это должно быть что-то предельно простое, прямые линии, как было с PlayStation 4, с PlayStation 4 Pro и иже с ними. Поэтому я думаю, что, скорее всего, более современный, более актуальный дизайн, который сейчас показали в форме буквы X, которая вот прямо сейчас гуляет по сети, наверное, больше похож на правду. Как по мне, разницы совершенно никакой, хоть в форме VHS видеомагнитофонным выпускайте, я готов это купить, поставить, мне пофиг. Но людям важно. И я понимаю, почему. Кстати, информацию об X-образной форме консоли сообщил ресурс CCN. И, наверное, это на их совести. Мне кажется, что консоль вполне себе может выйти в такой форме, и не вижу в этом ничего плохого. Хотя интернет, по-моему, бурлит просто невообразимо, и говорят, что дизайн отвратительный. Я с этим не согласен, но сколько людей, столько и мнений. Кстати, вот здесь вот голосовалочка висит. Вот скажите мне, как вы считаете, нравится вам такой дизайн или нет? Расскажите. Сначала известный видеоигровой журналист Антон Логвинов сообщил, а после этого и редактор Катаку Джейсон Шрейр подтвердил, что игра Horizon Zero Dawn может выйти в 2020 году на персональных компьютерах. Напомню, до этого эта игра являлась эксклюзивом PlayStation 4. И это может означать, что Sony всерьез задумываются о выпуске своих эксклюзивов на персональных компьютерах. Как по мне, это очень крутая тенденция, я бы прям за нее втопил обеими руками. Например, вышел какой-нибудь Uncharted 5, конечно, он уже не выйдет, но, допустим, допустим, он выйдет Uncharted 5, и спустя там полтора-два года он бы вышел на ПК. Так почему бы и нет? Все, кто хотел, его уже прошел, купил, отыграл, а потом спустя какое-то время эксклюзивность спадает, и все остальные доступные платформы получают себе эту игру. По-моему, все выигрыши. Это, конечно, уже прям какое-то утопическое-утопическое будущее, не думаю, что это когда-нибудь произойдет, но смысл в этом я вижу. Как и смысл я вижу в вполне очевидном старте продаж консоли. Все издательства как одно сообщают, что старт продаж консоли PlayStation 5 начнется в районе рождественских праздников. И что я могу сказать? Ну, ребят, похоже, пора готовиться выставлять свои старые консоли на разнообразные онлайн-площадки по продаже вещей, если вы понимаете, о чем я, и готовить свои кошельки, отстегивать монеточку ребяткам в Японию, чтобы прям приятно было готовиться к переходу на новое поколение консолей. Как-никак, уже 7 лет прошло, железо-то нашему, на котором мы с вами играем, пришло время обновляться. Я лично огромные надежды возлагаю на PlayStation 5 и все технологии, которые там покажут, причем поговаривают, что самое интересное Sony еще не рассказали, самое интересное еще впереди. Поэтому расскажите, что думаете вы по поводу PlayStation 5? Что бы вы хотели там увидеть, а чего бы вы увидеть не хотели? Например, меня лично очень интригует обратная совместимость, и я прям очень хочу, чтобы она обязательно была в новой консоли. А вы свое мнение оставляйте в комментариях, я обязательно все прочту, а на самое интересное отвечу. Главное, что самое приятное, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и ставьте большой палец вверх под этим видео. Это прям вот просто потрясающее чувство. Также не забывайте заглянуть в описании, там есть ссылки на Инстаграм и Телеграм. Меня же зовут Кодзима Гений, вы были на канале Копипаста, до связи! Субтитры сделал DimaTorzok